В рамках общенациональной акции президента по поддержке участников Великой Отечественной к Новому году каждый из 5 115 ветеранов получил поздравления и подарочный набор от имени Нурсултана Зарбаева. В их числе и Салим Карабаев из АТРАУ. Четыре года пулеметчик провел в горячих боях под Сталинградом и на Украинском фронте. Своими воспоминаниями он поделился с нашей съемочной группой. О том, что ветеранов войны в этом году президент Казахстана поздравляет лично, Салим Ага слышал. А потому в своей очереди ждал с особым нетерпением. Делегацию встречали всей семьей за праздничным Дастарханом. Салим Карабаев всегда мечтал стать учителем, но окончить педучилище не получилось. Началась война. А уже в 42-м году пулеметчик-минометчик Карабаев прибывает на Сталинградский фронт. После на Украинский прошел от Воронежа до Донбасса. Был дважды ранен, но оба раза настоял на лечении в Медсамбате при своей части. Сейчас хорошее время, мирное. Наша страна достигла огромных успехов под руководством нашего президента Нашултана Назарбаева. Люди работают, строят планы на будущее. Растут зарплаты, пенсии. Да и мы, ветераны, ощущаем поддержку на протяжении всех этих лет. Сегодня в областном центре проживает 53 ветерана Великой Отечественной войны. Каждого из них мы поздравили от имени нашего президента и доставили подарки. Для них это особое внимание, для нас это высокая честь. В канун 70-летия победы ни один из ветеранов не останется без заслуженного внимания. Салим Карабаев прошел всю войну. Смелого казахстанца даже отправили в офицерскую школу, но вскоре закончилась война, и Салим сменил гимнастерку на костюм учителя и вновь вернулся к профессии педагога. И сегодня главное пожелание ветерана, чтобы в Казахстане всегда был мир. И каждое утро дети свободной страны ходили в школу. Благодарю Тегулов, Аматай Матенов, Атрау.